Ну да, уже весь мир видит. Уже весь мир понял, что кто прав, кто виноват. Одни только россияне и белорусы сидят и нихера не видят. Есть альтернативные каналы. Вы же не в каменном веке. Вы же куда-то... Open your eyes. Идиот. В общем, можно масса мест, где можно получить информацию. Идите освобождать вашу оппозицию. Пусть оппозиция выходит и скидывает его. Ну, как бы... Просто... Поймите, что сейчас расхерачат не только Украину. Ваша страна тоже рухнет. Ну, у вас тоже будет все очень плохо. Просто в 21 веке... Просто в 21 веке... Сградовы расстреливать жилые массивы. А крылатые ракеты, как вам на минуточку? Ммм? Крылатые ракеты в Украине, выпущенные с Ялты, с украинской бывшей территории. Это полуостров Крым. Или с Белоруссии летят тоже. Или с Белоруссии. А батька сидит, патроны подает. Совесть вообще... Ну, как бы то, что сейчас скажут. Мы не знали. Вот военнопленных берут, Российская Федерация, этих мальчиков по 18-19 лет. У них у всех заучен текст. Мы не знали. Мы ехали на обучение. У нас паспорта забрали, телефоны забрали. Мы не знали. Нас привезли. Мы на Украине. Мне сказали стрелять. Вы что, стадо идиотов или что? Вы что, рабы? У вас паспорта забрали, телефоны забрали. Где матери? Где отцы? Выходите. Ваших детей убивают. Да вы что, вам даже нечего похоронить будет? От них же шатрекутся и скажут, что тут их не было. Или сожгут здесь и ездят крематорий российский, который в топку сразу у ваших парней. Никто никого. Тут бандеровцев нет. Тут никто никого не ест. Мы, русскоговорящие, я украинка, русскоговорящая, мы себя здесь нормально чувствуем. Мы переехали из Днепра в Киев. Нет притеснения ни языка. Никогда. Никогда в жизни. Вспомни, мы даже ездили. Украина, извини, пожалуйста, очень мирная страна. Здесь, знаете, сколько религиозных конфессий живет. Здесь есть и азербайджанская диаспора, и армянская, и грузинская. Белорусов много после того, что случилось у них в стране после выборов с Лукашенко. На самом деле белорусы хороший народ. Это пропаганда. А то, что они не хотят видеть и не хотят слышать, это позиция эстрауса. Ну так из-за этой позиции сейчас страдаем мы. Так и вы пострадаете. Это ж не только. Я к тому, что Украина мирная страна. У нас и татары уживаются, крымско-татарские, и евреи. У нас тут кровей намешано миллион. И все мы дружно, мирно живем. Никогда в Украине... Никто никого еще не съел. Никто никогда в Украине не было никаких непоножовщин, ничего. Вот этот Донецк и Луганский регион сепаратистов, потому что больше под влиянием находились СМИ российских. Вот как бы вырастили там в Мордоре этих Гвазимут. Ну, в общем, короче, мы в шоке. Но пока в Киеве. Пока в Киеве, если будет возможность, мы сейчас не будем очень детально говорить, где мы пребываем и все остальное, потому что это небезопасно для нас в первую очередь. Если будет возможность, мы вам покажем условия, убежище. Но опять-таки, если там будут люди, мы не можем людей снимать. Но есть масса альтернативных каналов, в интернете в том числе, где можно посмотреть правдивую информацию. Было бы желание. Поэтому, пожалуйста, открывайте глаза, выходите, требуйте, чтобы этого прекращения, этого, я даже не знаю, как это сказать, ну, война, это просто... Одно слово, война, это, ну, в голове не укладывается. Ну, молчаливое соучастие, оно вам чести не делает. И поймите, не мы, не наши дети, не их дети, они вас не простят никогда. Мы все расскажем. Это история. И это будет правдивая история, а не то, что показывает вам российские сни. Поэтому, друзья, мы всех любим, всех уважаем. Мы никого не осуждаем. Мы все заложники ситуации. Я знаю, что плохо и сейчас, и там, ну, Россия начинает только открывать глаза, у нас 7 дней война идет, а не только, а шо, шо случилось, что у вас там? Гражданская. Гражданская. Так у вас же гражданская война. Вы че, идиоты, вы на нас напали. По-предательски в 4 утра. Это сценарий Гитлера, что ли? Ну, получается так. Играется путь-ка. Ну, в общем, короче. Реально очень сложно. Психологически сложно это понять, принять, осознать. Потому что когда ты сидишь и дрожишь, чтобы там снаряд какой-то не прилетел, или какие-то вооруженные люди там, потому что у нас в нашем районе было... Диверсионная группа была. Да, когда мы слышали эти автоматные очередя, но поэтому очень мало... А у тебя сидит ребенок на руках, и ты не понимаешь, что тебе вообще делать. Ну, вот так мы живем, седьмой день. Будем жить. В общем, мы остаемся на защите Киева. Города-героя Киева. Продукты у нас, слава богу, пока есть. Ну, они есть дома, как бы, если снова закроют нас, а бомбоубежище не разрешат выходить, то тоже будет проблемой, конечно. Ну, да, но будем как-то... Ну, сейчас действительно уже волонтеры, уже... И только сейчас, седьмой день, представьте. Да, то есть мне больше всего жалко этих мамочек с детками, которые... Ну, потому что всем надо было как-то перестроиться, понять, наладить эти... Какую-то логистику какую-то, что-то наладит. Да, весь мир собирает, все помогают. Мы очень, мы очень благодарны. Мы благодарны за все митинги. У нас друзья есть во Франции, в Люксембурге, в Канаде. В Литве. В Канаде, в Польше. В Литве. У нас многие подписчики нашего канала нам начали писать. Очень активно пишут и интересуются. Очень активно пишут, поддерживают, интересуются. Всегда рады помочь. Пишут, чем можем помочь, что вам нужно, что сделать. Мы просим, только есть официальная информация, куда можно скидывать донаты на украинскую армию. Нужно поддержать наших ребят. Наша армия, это самое сильное. Мы козацкого рода, мы козаки, мы воины. Это у нас в крови. У нас сплоченная нация. Вы сплотили нас еще больше. Вы сплотили, вы сплотили нас еще больше. Поэтому... Да, когда выходят женщины и с коктейлем палят БТР, ну, это... Просто. Это уже все. Ну, люди, что здесь делают ваши буряты? Буряты. Вы что здесь вообще забыли, а? А мы с нетерпением ждем окончания ночи. Каждой я сижу, помогаю в школе, на вахте, скажем так. Потому что есть опасность еще другая, мы про нее потом расскажем. Когда все закончится уже. У меня очень страшная опасность, поэтому я сижу на вахте, помогаю ребятам. Мы дежурим по очереди. Потому что могут прийти там не очень хорошие новости, и надо будет эвакуироваться. Не будем вас перегружать больше информации. По возможности покажем вам, в каких условиях мы находимся сейчас. Сейчас мы дома, комендантский час начнется позже. Мы приходим домой покупаться, покушать что-то и поспать, может быть, в нормальных условиях. Ребенка не можем из дома забрать. Она хочет играться. Она хочет на детскую площадку. Мы идем в убежище, она, как видите, в детскую площадку, плачет, просится. А мы ее не можем пустить, потому что это небезопасно. И нас времени нету, потому что нам надо быстрого укрытия. Потому что мы только выходим сиреном и возвращаемся. Выходим сиреном и возвращаемся. Поэтому мы сегодня позаклеивали окна скотчем, не дай бог, какой-то удар, чтобы хотя бы осколки удержать. Ничего мы не удержим. Если они градами херачат, то что мы тут удержим? Ну, как бы, ну, хоть что-то, хоть как-то. Нам остается только молиться. Молиться, в первую очередь, за нашу армию. Если вы можете, поддержите, пожалуйста, нашу армию. Нам любые деньги для нашей армии, для наших защитников, для наших парней, для самой храброй армии в мире, которая не побоялась дать отпор огромной армии Российской Федерации. Они не побоялись, они герои. И они отбиваются, и они отстреливаются. Пригороды Киева, конечно, Буча, Ирпень. Это может что-то твориться. Это просто апокалипсис какой-то. Вы бы видели эти города? Выжженная всего, обстрелянная. До войны красивейшие городочки. Маленькие, европейского типа, с коттеджными городками. Да вам, суки, не жить так никогда. Не жить вам так. А сейчас я звоню своим знакомым, а они вообще в Ирпене сидят и вообще не выходят с укрытий, потому что это вообще нельзя. Там постоянно идут бои, постоянные обстрелы. В общем, ребят, будем заканчивать. Извините за эмоции, но просто их сдержать сейчас это вообще невозможно. Очень тяжело. Очень тяжело. Мы просто рассказываем, как оно есть. Это из... Мы пересказываем то, что мы ощутили на себе. И мы сейчас находимся в самом битцентре. Мы просто никогда даже подумать не могли. Даже предположить, что это может быть. Ну, что это, ну, так серьезно будет. Да, и в Донецке, Луганске серьезно. Никто не говорит, что там не серьезно. Но все-таки Киев, Харьков, это оно... Нет, ну, просто иметь такую наглость в Киев сунуться. Это для того, чтобы что? Чтобы свергнуть нашу власть и поставить здесь какого-то российского полковника, отморозка или какого-то... Послушайте, мы в России жить не будем никогда. Захватите наши земли, мы все развернемся, нахер выйдем. И вот вам, пожалуйста, живите гулять. Российский корабль, иди нахуй. Все. Поэтому будем потихоньку собираться. Нам скоро уже идти в наш дом, второй дом. И там ночевать. Поэтому всем пока. Будем рассказывать, если вам интересно. И показывать, как это все на самом деле сейчас происходит. Все. Всем пока.